Муглжарский пенсионер Даулиджан Кузимбаев до усиления паводка посоветовал Акиму оградить местную плотину песком и галькой. Это решение позволило защитить село от последствий половодья. С пенсионером встретилась наша съемочная группа. На протяжении многих лет вода, берущая свое начало в Муглжарских горах, не представляла угрозы для людей. Тем не менее, сельчане сумели своевременно рационально отреагировать на половодье в этом году. В частности, пенсионер Даулиджан Кузимбаев посоветовал оградить плотину. А на работах, где не хватало людей, использовать спецтехнику. Такого поводка на моей памяти не было. В этом году большая вода не застала нас врасплох, поэтому мы экстренно среагировали. Есть несколько заводов у нас здесь. Мы попросили дать технику. На погрузчиках привозили песок, построили укрепительные конструкции, так и удержали дамбу. Аким Сила также говорит, что нам есть чему поучиться у пенсионера. По словам опытного специалиста, в 80-х годах прошлого века были предприняты усилия построить свой искусственный канал для сохранения запаса влаги в сельских водоемах. И во время этого поводка пенсионер действовал согласно своему опыту. Даулиджан Агай – наш активный житель. Он давал дельные советы во время поводка, говорил, где проводить берегу укрепительные работы, ездил каждый день с нами проверять уровень воды. Оценив ситуацию, сказал, что опасность миновала и река войдет в свое русло. Так и вышло. После того, как угроза паводка отступила, люди попытались сохранить накопленные запасы воды. Село расширило береговую линию вокруг водоема до 150-160 метров. Все родники с гор вливаются в эту реку. Эти горные массы сдерживают воду. Мы плотину построили, чтобы сберечь воду на дальнейший полив растений, а также организовать зону отдыха для сельчан. Отметим, что на сегодня в селе проживает более полутора тысяч человек. Для их безопасности местный Акимат предпринял все необходимые меры. В частности, были заготовлены инертные материалы и организованы два эвакуационных пункта. Владимир Федотов, Инкара Карашаева, Армандос Магомбетов, телеканал Ак-Тубе.